Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН, в студии Станислав Юдин и вот некоторые темы этого выпуска. Клиент всегда прав. Юристы Объединения защиты прав потребителей помогли студенту отстоять права нарушенной компанией-продавцом сотовых телефонов. От мехатроники до кондитерского дела. В Магнитогорске стартовал 4-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по версии WorldSkills. В числе самых титулованных участников – ММК. В Москве завершился крупнейший металлургический форум «Металлэкспо-2016». А начнем мы наш выпуск с истории, которая может для многих послужить примером. Юристам Общественной организации Объединения защиты прав потребителей впервые пришлось отстаивать в судебном порядке права потребителя, в отношении которого компания-продавец сотовых телефонов не выполнила законодательную норму при выполнении гарантийного ремонта неисправного телефона. Обычно такие конфликты разрешаются в нашем городе в досудебном порядке. Как произошло на этот раз, расскажет Юлия Никифорова. Около года назад магнитогорец Алексей Коробов в одной из торговых точек общества с ограниченной ответственностью Евросеть Ритейл приобрел новый смартфон. Через полгода телефон, находящийся в тот момент на гарантии, сломался. Алексей сдал его на гарантийный ремонт. Согласно 20-й статье закона о защите прав потребителей, в такой ситуации компания-продавец обязана в течение трех дней предоставить во временное пользование покупателя телефон-замену, обладающий такими же потребительскими свойствами. Но представители ООО «Евросеть Ритейл» на заявление Алексея с просьбой выполнить букву закона отреагировали по-своему. Мне предлагали обычный черно-белый телефон, обычный кнопочный, на что я отказался, не стал его брать, потому что в заявлении указывал, что мне нужен телефон, обладающий основными потребительскими свойствами. Ну это как минимум выход в интернет. Компании-продавцу с клиентом не повезло. Алексей Коробов, будучи студентом Магнитогорского государственного технического университета, посещает в УЗИ консультационный совет по защите прав потребителей, главным лектором которого является Владимир Зяблицев, и который напутствует студентов, как и какими методами бороться за свои права. Алексей обратился в объединение защиты прав потребителей, и его специалисты направили исковое заявление на компанию-продавца в суд. Закон предусматривает, что если в течение трех дней не предоставляется товар, обладающийся такими же потребительскими свойствами, то взыскивается с продавца неустойка в размере 1% за каждый день просрочки. Суд был выигран. С ответчика ООО «Евросеть ритейл» решено взыскать неустойку, компенсацию морального ущерба и штраф. Неплохо получилось, я считаю. На сегодняшний момент исполнительные листы получены, то есть они предъявлены ко взысканию. Ждем, пока будут перечисления. Алексей Коробов победой тоже доволен. Несмотря на то, что пакет для судебного разбирательства, ему пришлось собирать в течение полугода. Закон нужно соблюдать. На то он и закон. Здесь больше был интерес показать людям, что нужно сетевиков ставить на место. То есть они порой знают законы, а обходят их. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В театре оперы и балета состоялось торжественное открытие четвертого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по версии WorldSkills. В нем принимают участие студенты среднеспециальных учебных заведений Челябинской области, а также, поскольку чемпионат имеет статус открытого, других регионов страны. В 132 конкурсанта будут соревноваться в 16 так называемых компетенциях, в числе которых мехатроника, сварочные технологии, кирпичная кладка, электромонтаж, парикмахерское искусство, кондитерское дело и другие. Подробности в материале Татьяны Зайцевой. Четвертый региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» по версии WorldSkills не случайно проводится именно в Магнитогорске. Такое право наш город завоевал потому, что мехатроники Политехнического колледжа несколько лет подряд демонстрировали выдающиеся результаты в соревнованиях всероссийского и международного уровней. В Магнитку съехали 132 конкурсанта, представляющие колледжи и профтехучилища не только Челябинской области, но и других регионов из соседних федеральных округов. Для участников конкурса великолепная возможность продвинуться на несколько шагов вперед. Любой чемпионат у нас сопровождается не просто собственными состязаниями, но и колоссальной деловой программой, обменом мнения, обменом впечатлениями. Нам на самом деле необходимы вы, настоящие профессионалы, молодые люди, которые могут использовать новое современное оборудование, которое мы внедряем постоянно. Практическая часть чемпионата стартовала во вторник. В здании Политехнического колледжа на улице Казакова соревновали студенты под таким компетенциям, как поварское дело, кондитерское искусство, мехатроника, электромонтаж, парикмахерское искусство, конструирование, пошив одежды и другим. Ребята будут демонстрировать свои знания в течение трех дней. Ежедневно за их работой будут внимательно следить и выставлять баллы эксперты, преподаватели различных учебных заведений среднего звена. Например, в компетенции поварское дело 12 участников. За четыре часа они должны приготовить и красиво оформить целый обед. Приготовление холодной закуски из птицы. Затем у нас второе блюдо, это горячее основное блюдо из рыбы. Мы вчера вытянули рыбу из черного ящика. У нас оказалась дорада. И плюс у нас десерт. У нас десерт сегодня с использованием обязательного компонента из песочного теста. Активную поддержку в проведении чемпионата организаторам оказали волонтеры, студенты местных колледжей. Они подробно рассказывали о нюансах проведения соревнований гостям, девятиклассникам магнитогорских школ, потенциальным студентам и потенциальным участникам следующих чемпионатов молодые профессионалы. Добавим, что магнитогорский этап – это отбор на всероссийский, а потом и на международный чемпионат рабочих профессий. Лучшие из лучших встретятся в мае 2017 года в городе Абудаби, что в Арабских Эмиратах, где и продемонстрируют высший пилотаж своих достижений в любимой профессии. Татьяна Зайцева, Владислав Гусев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В Москве завершила свою работу 22-я международная промышленная выставка «Металлоэкспо-2016», постоянным участником которой является Магнитогорский металлургический комбинат. Форум выступает своего рода переговорной площадкой для тех, кто так или иначе занят в металлургическом бизнесе. В этом году в работе выставки приняло участие 530 компаний из 32 стран мира. Ежегодно ее посещают около 30 тысяч специалистов. Одной из самых масштабных уже традиционно стала экспозиция компании Магнитогорского металлургического комбината. Стенд Магнитки оккупирован со всех сторон. Ну и слава богу, во-первых, все позитивно настроены, когда заходят на выставку. Сразу хорошее настроение, потому что красивые стенды, солнышко, много друзей, сразу знакомых. Ну и сразу поднимается настроение, и поэтому такая вот деловая, хорошая такая работа. Во время такого общения, непосредственного контакта, как говорится, глаза в глаза, и формируется тот самый цивилизованный рынок металлов, возникают взаимовыгодные связи, новые идеи, направления в промышленности. Одним из центральных событий второго дня выставки стало подписание контракта между ММК и Металлоинвестом на поставку горячебрикетированного железа. Мы его пробовали неоднократно, в том числе для отработки технологий. Коллеги Металлоинвеста с нами делились и по технологии, потому что они применяют его уже в своей металлургии не первый год. Кроме того, мы как на МАИ-Токровской площадке применяли на электронных печах, так и на нашем турецком активе активно использовали ГБЖ в работе. Поэтому у нас нет сомнений, что мы владеем этой технологией, у нас нет сомнений по экономике этого процесса, этого производства. Это соглашение сразу окрестили историческим. Дело в том, что впервые Металлоинвест выходит на российский рынок и среди первых потребителей альтернативного металлургического сырья горячебрикетированного железа ведущие компании России. Магнитогорский металлургический комбинат, трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод. Подробнее о четырех рабочих днях выставки смотрите в программе ТВММК в эфире телекомпании ТВИН 17 ноября в 19.10. Елена Ткач, Влад Набеев, телекомпания ТВИН. Наш выпуск продолжит печальное известие. Металлургия, Магнитогорское и ветеранское сообщество ОАО ММК понесли большую утрату. Умер почетный гражданин города, бывший коммерческий директор Магнитогорского металлургического комбината Анатолий Иванович Заболотний. Ему было 78 лет. Проститься с Анатолием Ивановичем Заболотним сегодня в траурный зал городской больницы номер один пришли сотни человек. Друзья, коллеги, родственники, все те, кто переживает боль утраты. Также на церемонии прощания присутствовали первые лица города и комбината. Анатолий Иванович, принадлежит тому поколению, той категории людей, кто всю свою жизнь посвятил одному предприятию, энергию, талант, интеллект отдал своему делу. Та система, которая создавалась в коммерческой службе, она вся была именно пронизана новым подходом и его, будем говорить, личным умением создавалась вот это сегодняшнее благополучие, которое комбинат, в общем-то, достиг. Можно говорить о его личном вкладе в благополучие. Таких мало людей. Он был очень порядочным, честным. Всегда относился с большим уважением ко всем людям, с которыми контактировался. И особенно горько, когда вот такие люди уходят, когда еще могли бы немножко прожить. Анатолий Иванович Заболотний был человеком с большой буквы и настоящим мастером своего дела. Трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом комбинате он начал в 1961 году на коксохимическом производстве. Там он прошел путь от установщика вагонов до начальника. Именно Анатолий Иванович заложил надежную производственную основу коксохимического производства, которая служит верой и правдой по сей день. В 90-е годы Анатолий Заболотний был назначен заместителем генерального директора ОАУ ММК по материально-техническому снабжению. В это непростое время он обеспечивал стабильную и организованную работу управления. За проектирование и строительство уникальных коксовых батарей мощностью до 1 миллиона тонн топлива в год удостоен премии Совета министров СССР, награжден орденом «Знак почета». Работать с полной отдачей было принципом жизни Анатолия Ивановича. Принципом, с которым он жил до конца своих дней. Я старался, конечно, выкладывать и отрабатывать все то, что от меня можно было взять для того, чтобы именно производство работало. Раз такая комбинат на комбинате, команда дружная, что работать, значит, надо работать. Если не хочешь работать, то лучше сам уходи. И, в принципе, на комбинате, в общем-то, по-другому работать не мог. Анатолий Заболотний был похоронен на правобережном кладбище. Там же состоялся траурный митинг, на котором прощальные слова прозвучали от коллег прославленного «Металлурга». Хотелось бы, чтобы все руководители нашего магнитогорского металлургического комбината были очень похожи на Анатолия Ивановича. Его трудовая деятельность, его активность, его разум, его талант в управлении, хоть материально-техническим обеспечением, хоть коксохимическим производством, всегда были на самом высоком уровне. Он как и трудился от всей души, так и участвовал в наших во всех мероприятиях. Мы глубоко скорбим, еще раз выражаем вам соболезнования. Держитесь, пусть земля ему будет пух. Опыт работы благотворительного фонда «Металлург» заслуживает не только пристального внимания, но и обобщения в масштабах региона и страны. Такая оценка работы организации прозвучала из уст председателя областной общественной палаты Вячеслава Кузнецова на итоговом отчетном собрании участников фонда, состоявшемся накануне. Устав благотворительной организации обязывает отчитаться о проделанной работе не реже одного раза в два года. Вот и на этот раз к анализу и обобщению был предложен исторический промежуток с 2014 по 2016 годы. Игорь Гурьянов продолжит. Любая благотворительность стоит денег. В случае, если это не разовые пиар-акции, а целенаправленная социальная политика, больших денег. Последние, в свою очередь, требуют строжайшей отчетности, что и было сделано в итоговом докладе директора фонда Валентина Владимирцева. Сегодня около 100 штатных сотрудников фонда и волонтеров обслуживают более 40 тысяч подопечных фонда, социально незащищенных и малообеспеченных категорий граждан. Бюджет складывается из нескольких составляющих. Пожертвования юридических и физических лиц, грантов из федерального центра, субсидий. Постоянно растет количество желающих принять финансовое участие в работе фонда. Только за три отчетных года к основным благотворителям добавились 18 крупных и средних предприятий. Всего их 43. Но основную нагрузку традиционно несет Магнитогорский металлургический комбинат. За три года на реализацию благотворительных программ поступили пожертвования, субсидии, гранты на сумму более полутора миллиардов рублей. Из них 770 тысяч рублей от физических лиц. Согласно уставу, фонд «Металлурга» существует не только на благотворительные пожертвования. За отчетный период, за работ на торговле, платных услуг и других видов деятельности – 72,8 миллиона рублей. Работа фонда, говорил Валентин Владимирцев, – это реализация десятков крупных и помельче социальных программ. Среди самых масштабных – забота, например, направленная на помощь людям преклонного возраста и с ограниченными возможностями. В денежном эквиваленте это 787 миллионов рублей за три года. 21 век детям Южного Урала – 620 миллионов. Кроме финансовой отчетности, мониторингу постоянно подвергается и качеству услуг, и расширению социальных программ. О подавляющем их большинстве наша телекомпания неоднократно рассказывала. По итогам отчета исполнительного руководства фонда и ревизионной комиссии, собранием участников было принято решение – работу городского благотворительного общественного фонда «Металлург» признать удовлетворительной. Исполнительным директором организации на очередной отчетный период назначить Валентина Александровича Владимирцева. Игорь Гурьянов, Гюрг Бадаев, телекомпания ТВИН. О культуре. Магнитогорский театр оперы и балета готовит громкую премьеру. 18 ноября зрителю представят голливудскую историю в двух частях «Мужчина и ее мечты». Это один из самых популярных мюзиклов прошлого столетия, который и у нас, и на Западе знают под такими названиями, как «Брак по-американски», «Ах, Голливуд, Голливуд», «Американская любовь». Благодаря новосибирскому композитору и аранжировщику Владимиру Лямкину, не так давно эта музыкальная история получила новое звучание, которое магнитогорские зрители и смогут оценить практически одними из первых. «Сегодня мой день, танцуют с утра, сегодня мой день, приходит весна, сегодня мой день, распевают соловьи, своей я не скрою любви». Право первой постановки обновленной версии мюзикла получил новосибирский театр «Музкомедии». Главным хореографом этого спектакля стал балетмейстер магнитогорского оперного Геннадий Бахтерев. Этот совместный проект вышел настолько удачным, что свой вариант этой музыкальной истории решили сделать и у нас. «Здесь существенно усовершенствована хореография, то есть она еще более усложнена и сделана более адаптированно к сюжету этого спектакля. И так что можем утверждать, что это будет такая оригинальная постановка. И магнитогорцы, я думаю, будет приятно увидеть эту работу». Новая постановка – этакая фантазия на голливудскую тему, в центре которой знаменитый актер Гарольд Вильямс. Ему необходимо разорвать контракт с кинокомпанией, чтобы заключить другой, более выгодный. Выход есть – договор теряет силу, если красавчик женится, что и дает старт целой череде комедийных ситуаций. Автором этой музыкальной истории стал немецкий композитор Вальтер Калу. «Это была оперетта в ее привычном жанре, со своими опереточными законами. В 1925 году она была поставлена, и поскольку сюжет очень интересный, она стала перекочевать в различные страны. Ну и, естественно, ушла в Америку, где столкнулась с такой формой, как мюзикл». Эта трансформация и сделала постановку популярной в 20 веке. Однако новое столетие с его новомодными ритмами потеснило спектакль с подмозков. Второе рождение мюзиклу дал новосибирский композитор Владимир Лямкин. Добавив материалу джазового звучания, он сделал аранжировку для симфонического оркестра. В Магнитогорском оперном обещают – обновленная версия будет радовать и слух, и глаз, и подарить зрителю массу приятных впечатлений. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv-deficien.ru. А впереди вас ждет коммерческая информация, а также прогноз погоды на 16 ноября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным интернет-портала rp5.ru, 16 ноября в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений – 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью – минус 18-19 градусов, днем – 14-15 градусов ниже нуля. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok